Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу в центре Сангейтс на радио Сангейтс. Меня зовут Майкл Мелехов и у нас на связи, как всегда по пятницам, экстрасенс-парапсихолог Елена Порецкая. И сегодня у нас с ней очень интересная тема, очень такая противоречивая, я бы даже сказал, тема, но давайте мы все по порядку. Лена, здравствуй. Привет, Майкл. Привет всем, кто нас смотрит и будет смотреть или слушать. Да, бублика, к сожалению, у нас сегодня с нами нету, бублик спит. Нет, он там спит. Он спит, понятно. Ну ладно, он нас слышит на тонком плане. Итак, мы сегодня поговорим вот о чем. Тему, которую мы уже пару передач тому назад обозначили, но сегодня мы к ней уже приступаем. Тема – это мир наш, живой, живых, и мир неживых людей, мир мёртвых. Есть, бытует такое мнение о том, что белая магия – это маги, то есть они общаются с миром живых, а вот чёрные маги, они общаются с миром чёрных, тёмных, мёртвых. Поэтому она как бы и называет их чёрной магией. Вот первый вопрос тебе. Это так или не так? Это правильное подразделение или нет? Нет, это неправильное подразделение. Значит, чёрная магия – это когда люди делают некорректные вещи, законодательные, назовём так, энергетические, да, где они нарушают волю, веру других людей своими практиками, где они могут кого-то зомбировать противозаконно, по сути, да, как бы, потому что есть, ну, в магии нет такого понятия «закон», как вот у человечества, да, там, предметно. Тут всё очень тонко, и всё на уровне ощущений, и работает это моментально иногда, да, то есть человек, нарушивший закон энергетический, он либо сразу, либо через недолго получает закон бумеранга, да, возвратный удар. Так же точно, как человек, который что-то хорошее делает, он тоже получает потом плюсовую энергию от кого-либо, ну, в том формате, когда ему будет это необходимо, в том моменте, да, жизненном. Белый, ну, как бы, нет вообще ни белого, ни чёрного. Я считаю, что есть инструмент, магия, да, эзотерика, магия, а направленность использования этого инструмента, она у всех разная. Всё зависит от морали исполнителя, то есть специалиста. И здесь кто во что угораст, конечно, потому что нет критериев никаких, да, по сути. Очень многие эзотерики, вот как ни странно, я состою в РАМ, да, сейчас это на НМЭ, да, называется, национальная организация наша, да, нетрадиционных целительских сил, да, назовемая так. Вот, и вот когда ты находишься среди целителей, просто целителей, да, совершенно другое ощущение, я вам скажу, да, Ты ходишь спокойно, ты точно знаешь, что тебе не воткнут булавку в спину энергетически, да, и когда ты находишься среди эзотериков, ты не знаешь, что ожидать от человека, потому что тут же начинает каждый каждого проверять на какую-то силу, да, каждый каждого начинает придавливать. Кто-то начинает залезать на чужую территорию. Люди путают понятия абсолютно, забывая о том, что можно очень быстро получить откат. И прежде всего любой специалист может работать и с потусторонним, в положительном смысле и в отрицательном. Все зависит от морали, опять же, специалиста, еще раз повторяю. От морали специалиста. Но мы сейчас как бы говорим о другом. Мы говорим о том, что на самом деле, может быть, это все правда, но как быть с тем, что люди все-таки... Мы сейчас не обсуждаем мотивацию тех людей, которые занимаются такими вещами, а почему люди обращаются к темным силам, почему они пытаются войти в мир мертвых, с какой целью? С целью что? Что они хотят там узнать? И можно ли там что-то узнать, вообще-то говоря? Можно узнать абсолютно все, можно узнать, можно работать через мир мертвых, можно работать с душами умерших и взамен получать то, что вам нужно здесь. Как бы, в принципе, очень многие... Ну, не многие, я скажу, что единицы в этом работают. Но это все погранично, потому что чем, как это говорят, когда сильно долго человек смотрит в бездну, то бездна начинает смотреть на этого человека. Да, здесь нужно не уходить в эту потусторонность, потому что человек может неожиданно сам туда шагнуть. Поэтому все очень должно быть органично, должно быть взаимодействие, что с живыми, что с мертвыми, обязательно по взаимному обмену энергии. То есть в предметном мире, в живом, это денежная энергия, обязательно либо какая-то другая договоренность, да, если обычно было это обмен энергии какой-то, да, ну, разный, да. Вот, а в потустороннем это обмен энергиями в прямом смысле. То есть, допустим, если вы работаете с потусторонним, с умершим человеком, то этот человек может дать вам какие-то свои знакомых живых, каких-то... Может даже помочь защищать какое-то время вашу позицию, вашей жизни предметной, да, там какое-то длительное время. Вполне вероятно, что человек может передать умерший вам свой дар, если вы будете помогать ему решить его вопрос. Но опять же, всегда вы должны понимать, что решая вопрос, вы не должны личностно уходить в эту судьбу. Должна быть объективной оценкой реальности того или иного коверента, да, умершего или живого. И здесь не должно быть ни в коем случае предвзятого мнения, собственнических каких-то моментов, жажды наживы. Должна быть обычные понятия такие, эзотерические, да, вы помогаете, и, соответственно, что-то идет вам. И как знание, и как оплата, допустим, как понимание чего-то, да, открытие нового. Но ни в коем случае не должно ставиться обогащение на первый план. То есть это просто будет чревато последствиями. Простите, но мы сейчас этот вопрос не обсуждаем, обогащение или нет. Очень многие, ты сказал, почему туда идут. Очень многие хотят с помощью занятий черными оккультными практиками доминировать над окружающим. Все очень просто. Некоторые, допустим, окунаются в потусторонние, надеюсь, найти клад какого-то человека. Есть и такие, понимаете. Там, то есть очень много всяких бывает параметров желаний у людей, по большей мере, прежде всего, это власть. Человек, получающий знания и работающий с другими людьми, он имеет определенную власть. И, естественно, те люди, кто нарушает эзотерические законы, ну вообще моральные законы, я считаю, черными практиками, они, естественно, обладают как бы, как кажется, больше властью. Но в эзотерике и в магии есть одна вещь такая. Все, что ты делаешь, все возвращается. И если человек законодательно нарушает какие-то принципы морали, чести, достоинства и так далее, а оно все есть, хотите вы этого или нет, или даже в собственной совести, то в итоге человек все равно получает нарушившие все это, получает возвратный удар. Либо сам лично, либо через своих близких, то есть страдают его близкие. Ну то есть все это в принципе есть. И какая бы гордыня ни была, в итоге такие люди потом очень страшные откаты получают по жизни. Лен, все понятно. Я хотел спросить вот о чем, я к чему это веду. Мы сейчас не берем низкие какие-то вибрации и те мотивации людей, которые хотят получить какие-то бенефиты, то бишь денежные, то бишь что-то такое другое для своей личной выгоды. Нет. Я сейчас говорю о тех людях, которые хотели бы помощи. Вот скажи мне ты, тебе обращаются люди, часто ли ты сама обращаешься к миру мертвых для того, чтобы выяснить, ну во-первых ты помогаешь людям, это однозначно, это без вопросов. И кстати дорогие друзья, очень многие люди, которые слушают наши программы, я это уже точно знаю, они приходят от наших программ к Елене, причем не по одному разу, у меня многие приходят, а по два, по три и даже четыре раза было. Вот Лена не даст соврать, то есть это работает, значит зачем приходить тогда в два, три, а то и четыре раза, работает без сомнения. Так вот именно ты и такие люди, которые хотят помогать, что они могут узнать в этом мире, как это делаешь ты? Я специально не обращаюсь к умершим за ту или иную помощью, я просто работаю как медиум и сами умершие люди выходят на меня, чтобы решить тот или иной свой вопрос, который они недорешали. И я иду на контакт, я делаю иногда какие-то предсказательные дела или я работаю для души этого человека, но опять же тут идет обмен грамотный, то есть я не залезаю на чужую территорию, я не пишу излишне много сейчас об этом, потому что есть вещи, которые можно открывать, есть вещи, которые не стоит открывать. Человечество, наверное, еще рановато, но я все равно сама лично, я специально не ищу, грубо говоря, клиентов с той стороны, да, то есть все происходит спонтанно, как пазлы, я вдруг пишу предсказание, не буду сейчас называть человека, оно сбывается, а в итоге душа этого человека приходит ко мне с просьбой решить вопрос, чтобы его дочь подняла флаг, который уронил он. Это определенно политическое было предсказание, и я сыграла в принципе в этом предсказании фатально в его сторону, но опять же не потому, что я этого захотела, потому что он сам к этому шел, то есть я увидела его судьбу. Хотя меня очень мучило, почему я написала тогда это предсказание, это про Каддафи. Вот, и сейчас как бы я работаю над тем, что он хочет относительно изменений. Каддафи? Да, Каддафи. То есть тебе обратился кто-то по поводу... Нет, дело в том, что душа умершего человека, допустим, возьмем даже того же Каддафи, он предметно ушел, причем мученический, за счет того, что его убил собственный народ, по сути, и убили жестоко, за счет этого его душа не ушла. И он, кстати, предвидел этот, по сути, свой конец такой, да? Нет, нет, мы сейчас... Я понимаю, о чем ты говоришь, скажи, пожалуйста, а зачем тебе надо было общаться с душой Каддафи? Я написал предсказание о том, что он уйдет, я уже завязалась с ситуацией этой страны, я завязалась с самим Каддафи тогда еще, это было несколько лет назад. Я просто написал предсказание, как я его увидела, и то, что произошло, оно произошло, и я стала смотреть, что происходит сейчас там, и потом ко мне пришел он сам, и я стала понимать, что надо изменить ситуацию, и я стала менять ситуацию, и я ее сейчас буду менять все равно, то есть я работаю над этим. Интересно, интересно. Дорогие друзья, с моей точки зрения, это как бы там еще одна сторона таланта или способности Елены Порезкой, поскольку мы на этот как-то... Об этом мы не говорили по поводу предсказаний, мы как-то больше беседуем на канале Сангейтс Радио, Сангейтс Центр, мы как-то беседуем больше с астрологами. Вот астрологи как бы тоже не предсказывают, но очень многие относятся к тому, что говорят астрологи, как к предсказаниям, хотя на самом деле это прогнозы. Вот в данном случае мы говорим, и надо сказать, что действительно Лена позиционирует себя как гадалка, и это таки да, правда, то есть это, ну, предсказатель. Ну, тогда, если уже, то мы об этом стали говорить, скажи, пожалуйста, сейчас идет речь, ну, если ты можешь, конечно, сказать, о Северной Корее. То есть мы знаем о том, что там какие-то вот планируются, как всегда, эти ненормальные, что-то они планируют, не то, чего хотелось бы планировать мирным людям. Ну, будет ли там развитие события нехорошего толка, там идет речь о чуть ли не серьезной бомбе, которая может разрушить и мир, в конце концов? Ну, там все это на уровне сейчас еще, вот как в советское время, если у нас это было как-то более серьезно, то там это все в каком-то таком полуигровом варианте, запугающем, как бы там. Хотя какие-то вещи у них достаточно правильные, ну, я, честно говоря, эту страну вообще, она для меня, как бы сказать, да, это опасная такая страна, она непредсказуемая, то есть ты не знаешь, что от нее ожидать. И как бы к ней так все и относятся, да, на уровне ощущений настороженно. Вот, но я не вижу пока, пока на данный момент вот какой-то серьезной разработки, хотя они там ведутся, которая бы могла фанатично вдруг перевернуть мир, и они бы стали там лидерами по угрозе над всем миром. Я даже больше скажу, как только они попытаются что-то подобное сделать, их очень сильно осадят, причем не внешние угрозы, это будет сделано изнутри страны. Опять же, да, то есть то же самое, что будет и США, там, если они попытаются пересилить там и показать бицепсы какие-то, то будет такая же позиция осаживания. Сейчас сама система всего мира как бы мониторит ситуацию так, чтобы не было излишних боевых каких-то действий, которые бы, допустим, напрягли весь мир вдруг. То есть мы все колеблемся, ходим по лезвию бритвы, и вот пока я просто вижу, как размахивание кулаками. Хотя потенциал у Северной Кореи хороший, но именно человеческий, духовный. Достаточно сильно построено все на взаимосвязи людей, веры в их начальника, этого президента, или как их там называют, коммунисты. Ну, что-то коммунистическое такое же, вот идет одержание такое какое-то. Но пока это все вот на уровне махания кулаками. То есть развитие события какого-то серьезного ты не видишь в ближайшее будущее, слава Богу. Я имею в виду негативное. Ну, именно будет попытка бряцать оружием, периодически говорить что-то, там такое угрожающее, показывать что-то угрожающее. Это будет колебать мир, все будут нервничать, это будет, да. В общем, доиграются. Таких уже были, уже был такой у нас в истории, и не один. Последний, наверное, диктатор Саддам Хусейн был, да, как мы знаем. Кстати, та же самая, народ казнил, как бы, да. А вот что ты, ты не связывалась с душой? Нет, абсолютно. Вот этот, с Кадайфи, да, Кадайфи мне близок, почему-то душа этого человека. А вот все, что другое, как бы я не связывалась, ну, для меня Ирак, это, ну, я не связывалась с лидером этого государства на том уровне, на потустороннем. Как бы, есть вещи, которые я не лезу сама. То есть тут получилась просто связка, и это работает всего лишь. Понятно. Лен, ну, я не хотел бы задавать вопросы, поскольку, опять же, кто-то там слышит, кто-то там видит, кто-то там чувствует. Я буду задавать вопросы конкретные, допустим, по России. Ну, нет смысла, ты в России находишься, мало ли ты сможешь не отвечать. Ну, скажем так, у нас было недавно две, чуть ли не подряд, передачи с астрологами. Одна женщина, это ведический астролог на территории Индии, и был прогноз по Украине. А вторая женщина на территории Беларуси, астролог очень известный, и одна, и другая, был тоже прогноз, ну, касалась Украины, короче говоря. И было, довольно много было откликов, потому что люди, не то что, это же прогноз. То есть он сбудется, не сбудется, что обсуждать. Вот сейчас мы посмотрим за окно, у нас солнце, допустим, да, и вдруг метеорологи скажут, сейчас будет дождь, допустим, да, к примеру. Или снег выпадет. Ну, что обсуждать, выпадет и выпадет, не выпадет, придурки. Выпадет, о, молодцы, предупредили. Дело не в этом, значит, прогноз, прогноз, ну, вот было это, было это. Ну, что обсуждать о том, что там произошло. Оно произошло, оно будет происходить, к сожалению. Ну, хотелось бы, чтобы был мир. Как ты видишь в этом плане вот эта конфронтация, потому что она же, это же политический окрас. То есть где-то что-то происходит никому не нужное, но оно происходит. Что делать? Мир у нас такой, к сожалению. Про Украину, спрашиваешь? Да, если можешь ответить на такой вопрос, твоё мнение. Я считаю, я считаю, вообще, как бы, у меня предсказание про Украину было написано вместе с предсказанием про Крым. И оно сбылось про Крым полностью. Про Украину, получается, у меня написано было ещё в девятом году предсказание. И в четырнадцатом я ещё раз определила, да, эту позицию по Украине. И, в принципе, сейчас всё находится в стадии сбывания этого предсказания. Я считаю, что она разделится. И часть присоединится к России, часть присоединится к каким-то другим странам. Ещё есть вариации на тему, что всё, вдруг присоединится к России, вся Украина. Но какие-то вот западные моменты могут отпочковаться к Польше или ещё к каким-то там странам. Там Карпаты, вот, я знаю, там тоже что-то не хотят быть. Вот. И в какой-то степени, что я скажу сейчас ещё, там, в принципе, идёт гражданская война достаточно кровавая. И сейчас уже, насколько я вижу, будет момент, где люди, которым вот это всё надоело, да, там, в Украине, просто начнут подниматься. Причём подниматься будут даже те, кто вообще раньше не думал подняться против Порошенко и правосеков. То есть будут подниматься против фашистов, против Порошенко. Просто будет очень... Вот этот кровавый режим Порошенко, он просто в один момент может быть сметён просто людьми, которые вдруг поднимутся против вот этого беспредела. Лен, это прогноз? Это анализ ситуации? Нет, это я так вижу, потому что всё к этому шло, и сейчас уже вот такое состояние взрыва, вот на колени. Каковы шансы, если ты говоришь о том, что ты так видишь? Теоретически я могу тоже так видеть. Теоретически это и к этому идёт. Я не то, что вижу, я это веду. Я просто знаю, что будет так. Что всё равно будут сейчас отстреливать тех, кто участвовал в АТО, за то, что они убивали людей на Донбассе и убивают до сих пор. Всё равно, даже если, кстати, по закону бумеранга посмотреть, то люди, кто участвовал против населения мирного в Луганске и в Донецке, эти люди сейчас влачат существование, и они все кто-то убит, зарыт непонятно где. То есть возвратный удар уже их не миновал. И чем больше будут озлобляться вот эти вот украинские политики во главе с Порошенко и остальными, тем страшнее будет для них конец. То есть очень многих настигнет не просто пуля. Ну, шашками порубать могут и очень сильно. То есть там будет очень сильный возвратный удар. То есть как вот они поднялись на крови, попытались зарифмоваться, так же на крови они уйдут. И будут уходить даже семьями. Лена, я понял. Я понял. Хорошо, спасибо. Наверное, последний вопрос. У нас время нашей передачи уже подходит к концу. Значит, собственно говоря, мы говорили о мире другом. Наверное, люди, которые могут общаться с этим миром, они, наверное, могут видеть какие-то вещи более яснее. То есть, ну, во-первых, о чем идет речь? Чисто рассуждая логически, чисто рассуждая с точки зрения психологии, которой я занимаюсь уже очень много, даже десятилетия бы сказал так. Есть ли те люди, которые где-то уже были, ну, в смысле, они ушли. И если допустить то, что история себя повторяет, по-английски это history repeats itself, то есть постоянно цикл начинает, цикл заканчивается. То есть то, что было, то будет. Вот эти люди были, ну, которых уже нету, фантомы этих людей, неважно, души этих людей, они знают, как это все было, как начиналось, они могут анализировать. И вот тогда у них, наверное, можно спросить, как это было, и что они думают, как это может быть опять. То есть это, наверное, понятно, чисто, ну, логически. А у меня вот такой вопрос, совсем другая, как бы, тема. Совсем недавно я беседовал с одним моим очень хорошим знакомым, и он рассказывает такую страшную вещь, с моей точки зрения. Его друг, сын его друга, был молодой человек, был в Москве, в России, в Москве. Он вернулся, ну, приехал там, у него друзья, ну, не знаю, в общем-то, он там общался, какое-то время там находился, он там месяц, не знаю. И вот он приехал сюда, обратно в Чикаго, и через два дня он совершил самоубийство, он повесился. Значит, стали заниматься, стали выяснять, как, что, почему, и говорят, опять же, говорят, я не знаю этого, говорят о том, что вот существует некая организация, если можно так выразиться. Вот эта организация занимается тем, что они просто зомбируют людей, молодых людей, и они их приводят пошагово, в общем, секта какая-то, приводят их пошагово к тому, и это уже не первый случай, таких много случаев, опять же, я не знаю, есть ли такая статистика, я знаю вот то, что мне рассказал этот человек, и происходят очень страшные вещи. Ты как считаешь, это имеет место быть, слышал это, и вообще, как это может быть? Есть такое, и в России есть такая, какая-то группа людей, которая занимается сейчас попыткой делать суицид для подростков, то есть это детские группы создают, типа синего кита, или, там, беги и убейся, что-то в этом роде, в общем. И дети пошагово, соблюдая эти правила игры, начинают идти к суициду, по сути. И у нас сейчас это преследуется, эти все уже даже их под уголовное законодательство подвели. Я считаю, что это провокация, но если учесть, что под это может попасть, в принципе, любой неокрепший человек, да, потому что идет некое зомбирование, и люди, у которых нет определенного смысла жизни предметного, да, кто не зацеплен, у кого нету твердой почвы в сознании, эти люди могут таким образом поступить, поняв, в принципе, всю бессмысленную жизнь. Но, опять же, это некий клуб самоубийц, но, опять же, кто-то просто пытается... Здесь я даже не могу точно сказать, с какой стороны это какой-то международный уровень. Это не уровень только в России или только в США. Это может влиять и на подростков в США или взрослых людей, и также точно на людей в России или в какой-то другой стране. Слишком большое перенаселение, получается, земли, у людей теряется смысл жизни, для чего дальше рожать детей и куда-то развиваться. И в итоге получается, что, ну, как человечество таким образом решает, ну, не человечество, а вообще, как бы, таким образом решается, ну, как это называется, когда вот в природе слабые умирают, допустим, да. Здесь просто это делается специализированно. Но, опять же, я считаю, что это на международном уровне группа людей, которая таким образом решила поиграть вот судьбами. Ну, под это подпадают именно неокрепшие, не имеющие стержня люди, потерявшие смысл в том, в чем они виделись раньше. То есть, хотя я не исключаю, что попасть может любой под это дело, и с этим надо быть осторожнее. А все еще почему происходит, я сейчас скажу. Позиция в том, почему все повторяется у нас цивилизационно. Потому что, как бы, люди живут предметно, да. Я сейчас не говорю про религии. Какие-то религии действительно подталкивают к духовным позициям, но при этом сами же у прихожан, извините, убирают веру только своими поступками негативными, да. И в итоге у человечества, как такового, нет понимания. Ну, живут люди предметно, а что дальше? В связи с тем, что человек жил, потом умер и потом родился, на таком, прямо скажем, моральном принципе и на государственном, мало у какого государства есть, да. И в итоге получается, что даже поступки людей, ну, вот эти вот грубые нарушения каких-то позиций там, на государственном уровне люди нарушают позиции каких-то других государств, все это делается потому, что люди думают, что им за это ничего не будет. Вот в чем дело. Нет глубинного понимания на уровне цивилизации, что, извините, ты там раньше человек был дровосеком, да, там и бил деревья топором, да, это была необходимость. Но когда он, извините, людей стал этим делом убивать, то дальше у него уже пошла отработка. И что будет с ним после этого, с его душой? То есть нету общепризнанных норм таких, где было бы вот на уровне государства сказано, ребята, если вы будете убивать слабое животное, соответственно, у вас или у ваших детей будут такие-то проблемы. И все это на законодательном уровне закреплять. Вот если бы это было на уровне государства закреплено, не было бы таких вот переизбытков садизма, нацизма и прочего, потому что у людей бы с детства вставлялась бы функция правильного видения на уровне мира, и не было бы такого потребительского отношения к земле, кстати, которое уже от нашего экологического вот этого загрязнения охренело просто, да, прямо скажем, то есть уже куда дальше помойка, а не земля стала. И все это начинает уже шевелить саму землю, все начинает переработать. То есть нету понимания человека и природы, что мы единое целое, так же как человек и его там последующие жизни, это тоже единое целое с системой, в которой он живет. То есть человек может, допустим, быть в том, в прошлом веке у истоков революции стоял, а сейчас он родился для того, чтобы предотвратить революцию в той же России, понимаете. И он так же стоит у власти, у него так же состояние выбора. Но должна быть мораль на предметно-потустороннем уровне. Вот если бы это сейчас выведено было в систему видения и ценностей, тогда бы не было больше таких 10-5 цивилизаций, где каждый власть имущий совершает поступки, приводя вообще-то землю опять в начало эпох, да? Лен, все понятно, я полностью согласен. А скажи, пожалуйста, как можно было бы, ну вот почему бы, допустим, зная такое, что там происходят вот такие вот вещи, почему бы не взять вам, экстрасенсам, парапсихологам, объединиться, вы же это знаете, и, вот так сказать, всеобщей вашей всей энергии уничтожить вот эти вот все вещи, которые происходят? Ну, на самом деле нельзя ничего уничтожить, в принципе, да, можно только изменить форму, потому что предмет на это уже существует, можно только повлиять на изменение формы и вывести что-то в кризис или из кризиса. То есть раз это уже произошло, надо искать причину. Понимаешь, у нас во всех государствах ищут, лечат следствие, причину не лечат. То есть никто не наказывает учителя, который в прошлом, извините, убил талант творчества в ребенке, и ребенок потом пошел в террористы. И лечат у нас то, что уже стал следствием, террористы. А то, к чему это ведет, понимаете, а ведет именно бездуховная позиция государства, я сейчас опять же не о религиях, когда нет духовной платформы, да, там каких-то устоев моральных и ценностей, все это вот приводит потом уже к появлению подобных людей, кто вырывается из системы и делает правонарушение, потому что они тем самым как-то так себя позиционируют. И изменить это можно только, допустим, если на этом уровне станут мыслить люди, стоящие у власти тоже. Покуда мы как жрецы, назовем нас экстрасенсов, парапсихологов, как жрецы, пока мы меняем это на своем уровне, да, воздействуя на ту или иную систему. Но также есть люди, кто, допустим, разрушает мир теми же принципами, только оккультно-черными, да. Поэтому здесь должна быть общая система безопасности всех стран. Тогда только это сработает в положительное русло, чтобы все единожды вдруг вот приняли это решение, что вот с сегодняшнего дня будет так, и что надо думать об этом, что каждый наш шаг делает последующее движение, извините, как бабочка, да, человек убил бабочку, а потом где-то что-то произошло. То есть если мы убиваем амурского тигра, расстреливая его как браконьера, соответственно, его больше не будет, соответственно, круговорот в природе что-то еще обрушит, понимаете. Все мы как бы звенья одного целого, и нужно, чтобы на всеобщем мире это приняли. Как бы какая-то должна быть общая организация, которая именно на этом уровне начнет мыслить. Ну, согласен, согласен. Это то, что называется на Востоке кармой. Все соблюдают эти законы. Ну, Восток соблюдает такие законы. Запад не соблюдает. После меня хоть потоп. Я буду делать все то, что я хочу делать. И поэтому происходят вот такие очень плохие вещи. Ну, надеюсь, что светлое все-таки возобладает. И мы все-таки идем по пути созидания, а не разрушения. Лена, спасибо большое. У меня будет один вопрос, совсем-совсем уже последний. Мне очень нравится твоя курточка. Она связана с тем, что она символизирует, да, это тот самый флаг американский. Это только потому, что ты ее одеваешь, когда мы с тобой беседуем, поскольку мы беседуем. Я со стороны Соединенных Штатов нахожусь, да? Или это тебе нравится просто самой? Ну, на самом деле, я очень люблю Америку и люблю Нью-Йорк, хотя я там ни разу не была. Мне нравятся очень многие позиции в Америке. Но также я люблю Россию. Наверное, эта куртка – это просто случайность, потому что я замерзла. У нас достаточно прохладно почему-то. И я вот сегодня решила одеть эту куртку. А может быть, это факт возможности дружбы между Америкой и Россией. Реальной нормальной дружбы, а не попыткой придавить Россию и сказать, что там Америка господин. Америке надо менять свои позиции и стать друзьями со многими, потому что, по сути, нужно бороться сейчас не друг с другом, а именно за наш общий дом, это наша земля. И мы должны сделать ее чище, безопаснее для самих же себя. Потому что даже количество рождаемости можно все-таки тоже фильтровать, потому что если люди будут осознанно подходить к рождению детей, а не просто плодиться, как животные, то, соответственно, и сущности будут приходить более высокоразвитые в эти тела, и цивилизация будет развиваться более гармонично, духовно. Спасибо большое. Замечательный ответ. Я еще раз для этого, дорогие друзья, для этого мы беседуем с нашими специалистами, с нашими профессионалами. И я очень рад, что я нахожусь в этом окружении. И мы, все наши передачи направлены только на созидание, на информацию, которая поможет нам всем вести себя, как положено вести, в соответствии с законами высшими, а не законами теми, которые кому-то нужны, которые под себя их создают, эти законы. Напоминаю, у нас сегодня на связи была Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, гадалка и медиум. Человек, который действительно помогает людям выбраться из очень серьезных ситуаций. Буквально пару дней тому назад я направил к ней, ну, попросил человек порекомендовать. Я порекомендовал Елену, этому молодому человеку, для того, чтобы она ему помогла. Ну, посмотрим, поможет или нет. Я имею связь с этим человеком, я имею связь с Еленой, мы спросим у двух сторон, как это все, если они захотят нам об этом поделиться этим. Ну, на этом мы прощаемся. Лен, спасибо большое еще раз вам. Потепление. Спасибо. Не только в отношениях между странами США и России, я все-таки в это верю, а потепление, вот, солнечного потепления. Ну, будет потеплее скоро, потеплеет ничего. Работайте, экстрасенсы работайте, разгоняйте лучи. У меня, например, в электростали все очень даже неплохо, особого снега я не вижу. У вас электростали? Я не знаю, у кого там снег. Да, особый город. Снег есть в регионах, но у нас в электростали, да, радиация у нас есть. Да, я помню, радиация, это бог с ним. А вы, экстрасенсы, вы защищены. Я помню, еще когда следил много лет тому назад, много лет тому назад, я помню, была хоккейная команда, вот она осталась, Кристалл, Кристалл Электростали, видите? Да. Я помню даже тех игроков, которые там были. Сейчас еще есть Дюш-Восток, это Восток, ПК Восток, но Дюш-Восток детская. Мир, несмотря на зараженную местность и так далее, и так далее, продолжает все-таки крутиться и развиваться все, все развивается. Все, спасибо большое, всего доброго, до свидания, успехов, здоровья. Всем пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»